Африка, Китай, Москва, Екатеринбург, Тюмень – их мало. Это лишь малая часть географического разнообразия на большой пресс-конференции с губернатором округа. Более ста журналистов со всего мира смогли подключиться к прямому эфиру. Например, корреспондент Замбийского телевидения задала вопрос об университетских программах для международных студентов в Югре. Сегодня в Югорском государственном университете организована программа довузовской подготовки по русскому языку для иностранных слушателей. Программа включает в себя пять основных профилей – это инженерно-технический, естественно-научный, экономический, гуманитарный и медико-биологический. Она реализуется с 1 декабря 2020 года в дистанционном формате. Одной из важных тем для обсуждения стало развитие медицины в округе. Так губернатор Югры анонсировала строительство в регионе амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Также обеспечение медучреждений современным оборудованием и транспортом. Спасибо большое вам всем за интерес к нашей родине, к Югре, к тому, чем мы живем. Спасибо за ваше экспертное мнение, которое было так или иначе сформулировано в вопросах. Для меня было важно то, что вы, выбирая эти вопросы, опирались на то, что беспокоит людей. Сама пресс-конференция продлилась три часа. Наталью Комарову поблагодарили за исчерпывающие и полные ответы. Всего было разобрано 34 вопроса и столько же тем. В конце встречи губернатор округа поздравила всех югорчан с 90-летием Югры.